Приветствую вас! Начнём, пожалуй, мы с того, что скажем. Страх — это защитная реакция. И защитная реакция выполняет только лишь одну функцию — это выживать. То есть страх нужен человеку для того, чтобы выжить. Не важно где, не важно как, не важно в чём, не важно почему. Главное — выжить. Это единственное, что человеку важно. Совершенно очевидно, что вы боитесь не самого успеха. И совершенно очевидно, что вы боитесь не самого осуждения. Как это не парадоксально будет звучать. Совершенно очевидно, что вы боитесь вы чего-то, что стоит за осуждением и за успехом за достижениями. Вот. То есть вот вы говорите, да, боитесь начинать новые дела. И понимаете, как бы перед вами, по сути, стоит выбор. Либо вы используете быстрый, но поверхностный метод работы. Можно пользоваться НЛП, гипнозом. Вот. Можно пользоваться другими аспектами. Вот. Такими, как, ну, например, поведенческой терапии, да. То есть, ну, есть такое направление, как поведенческая терапия, есть такое направление, как психоанализ, гестальт, и так далее. Это подольше, но пообстоятельнее и поглубже будет рассматривать ваш страх. Вот. Потому что с атаком так и работают. А вам, вам, ваш страх, для чего это нужно? Я не знаю, для чего. Сейчас вам никто на этот вопрос не ответит, к сожалению. Для чего вам нужен страх. Но я знаю точно, что он вам нужен. С его помощью вы получаете определенную выгоду. Какую выгоду? В чем вы нуждаетесь? Большой вопрос. Пока не будет выяснено это, не будет выяснен мотив. Мотив, который мотивирует вас на то, чтобы вы не начинали новые дела, и так далее, и так далее, и так далее. У нас тут не будет ясно, как с этим работать, и в каком направлении двигаться. Каково тело страхов, какова его природа. Вот. А если мы хотим действовать эффективно, то, соответственно, необходимо, чтобы, ну, было все максимально подробно, чтобы все было максимально, максимально вообще понятно, чтобы не было никаких, да, значит, ну, Двусмысленностей, и так далее. Это вот то, что касается непосредственно, ну, таких, общих моментов, да. Значит, боитесь вы новых дел, боитесь вы заниматься новыми делами, совершенно не случайно. Вот. На мой взгляд, ну, данный запрет, он, как правильно в общем-то сказал мой коллега, данный запрет проистекает из позиции ваших родителей и их отношений к вам. Вот. 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 То есть, в силу ряда причин родители не хотели, а, чтобы вы добились успеха, чтобы вы достигли успеха. Вот. Вот. И поэтому они, а, хотели, чтобы, чтобы вы вот действовали, ну, ну, вот, таким, таким образом, что, чтобы не добивались успеха, чтобы, соответственно, действовали вот так, как вы действуете сейчас. Пребывая, ну, в таком, в таком вот, эээ, расстроенном, может быть, эээ, фрустрированном состоянии. Причем, эээ, не нужно думать, что родители, эээ, ваши это злодеи, которые, которые хотели, чтобы вы страдали. Нет. Они могли, эээ, они могли и могут, эээ, считать, что делают для вас что-то хорошее, ээ, но, тем не менее, тем не менее, тем не менее. Поэтому здесь, эээ, я предлагаю вам, эээ, начинать все-таки, эээ, с анализа того, как давно у вас этот страх появился. Что случилось, что случилось в последний, эээ, год, что, что вы говорите о том, что вас стало беспокоить, беспокоить это, эээ, сильнее. Вот. Что происходило с вами, что произошло с вами за это время, в это время. Вот. Давайте все это будем изучать, эээ, все это будем поприть, все это будем исследовать для того, чтобы нам с вами, опять же, понять, адекватно понять, с чем мы по существу имеем дело. Ну. Ну, потому что, понятно, да, что, в общем-то, по-другому никак не получится. Ну, я надеюсь, что это понятно. Эээ, значит, в данном случае, в данном случае, имеет место быть запрет. То есть, страх осуждения, это запрет выделяться, это запрет на то, чтобы, например, например, быть не такой, как, ну, допустим, другие, или быть как, эээ, быть не такой, как все, например. Это запрет. Эээ, страх успеха, это, может быть, запрет, там, эээ, допустим, ну, допустим, эээ, быть лучше, эээ, чем, скажем, родители. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, да, как обстоят дела, но очень может быть, что история именно такая. То есть, эээ, ваши родители не хотели, чтобы вы были лучше, чем они. И, соответственно, отдельный запрет, запрет, запрет на успех, вот. Кстати, подобные запреты очень нередки в семьях, очень нередки в сценарии людей, вот. И, соответственно, они подлежат, эээ, всяческому корректированию. Но это процесс, вот, это процесс исследования влияния на вас родительских фигур, вот. Которые у вас имеют, ну, вот, которые, а точнее, у вас имеют. То есть, влияние родительских фигур на вас, на вас, оно достаточно, эээ, ну, достаточно сильно влияет на родительских фигур. И, соответственно, если мы хотим, чтобы, эээ, бояться, например, вы перестали, да, вот. То оно, очевидно, совершенно, что для этого вам, эээ, ну, нужно будет исследовать какие-то детали, какие-то аспекты. Ну, вот, эээ, своих, эээ, своих, эээ, взаимодействий как с родителями, так и, в принципе, эээ, с окружающим миром. Вот. Эээ, вот, в принципе, эээ, так я могу вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. А как вы, как вам правильно сказал мой коллега, эээ, единого, единого какого-то, вот, ответа на ваш вопрос нет и быть не может, потому что страх, ээээ, достаточно глубинные аспекты действуют, он, ээээ, по сути, эээ, постоянно, вот, на, на уровнях, которые человеком далеко не всегда, ээээ, осознаются, понимаются и выявляются, вот, и потому требуется именно анализ, эээ, в том числе и, эээ, анализ вашего поведения, вашего отношения, про наборку установок, и так далее. Вот. А, все это, эээ, нужно, нужно сделать, вот. Быстрого, эээ, способа, быстрого решения есть, если, если делать все, эээ, значит, ну, если делать все правильно, да, эээ, быстрого способа, вот. Вот. А, вот так. А я могу сказать, что, вы справитесь, вы справитесь, если будете работать в этом направлении, то вы справитесь с этим. Это, вполне, вполне, но только если вы не будете, вот, как сейчас, да, эээ, искать действенный ответ, понимаете? Вот. Потому что, это немного, эээ, такая, знаете, инфантильная позиция. Тут я хочу быстрого результата. Вот. Быстрого результата здесь не добиться. Но, тем не, тем не менее, тем не менее, тем не менее, вот. Вы пишите, эээ, помогите, боюсь начинать новые дела. Да? Вот что для вас значит новые дела? Давайте начнем, эээ, с, с этого. Просто, вот, новые дела для вас это что? Что это значит для вас? Насколько это отращает, эээ, ваше внутреннее состояние? Ради чего, для чего вы это делаете? Ну, вот, эээ, ради чего и для чего вы, ээээ, скажем так, да, могли бы, ээээ, заниматься любимыми делами? Вот. Или, или новыми делами? Вот. Для чего? Вот, это, мне, мне кажется, такой, очень, ээээ, очень важный аспект, аспект, который необходимо обязательно, обязательно изучить, изучить и исследовать. Вот. Мотивация. Мотивация. Мотивация по новым делам, она у вас какая? Да? Дальше, эээ, значит, так, эээ, первые шаги на пути к мечте. Да. Пишите вы, личный проект, новая книга для чтения. Ну, соответственно, здесь, эээ, исследование значение этого для вас, эээ, поможет, да? Правда, очень жаль, что информации об этом вы предоставили совсем чуть-чуть-чуть, то есть, ну, конкретно, чего вы, чего вы боитесь, эээ, конкретно, что вас беспокоит, беспокоит. Да? О, тут, тут, ну, слишком мало, слишком мало информации вы даже. Дальше. Нет. В итоге, так, все они остаются нереализованными планами, я чувствую, что дальше поэтому не развиваются. Какую выгоду вы получаете от этого? От того, что вот, по вашему мнению, да, вы дальше не развиваетесь. Ну, ну, то есть, вот, как вы говорите, да, что дальше развитие не происходит. Какую выгоду вы получаете от этого? Я понимаю, что хочется сказать, что никакой выгоды. Я понимаю. На самом деле, выгоды есть. Просто вы, может быть, не очень хорошо ориентируетесь в том, что это за выгода. Но она есть. Она есть. Совершенно точное и совершенно определённое это в игре есть. Давайте мы просто-напросто подумаем, какая она, эта выгода. Вот. Ну, потому что вы сразу обратились к нам, да? Давайте подумаем, что это за выгода. Дальше. Последний год особенно мешает, раньше я такого не намечал за собой. Что произошло в последнем году такого, что вы стали прям очень сильно чувствовать свой страх? Ну, ведь совершенно очевидно, да, что что-то случилось. Что? Вы же об этом ничего не говорите, не раскрываете никак. А ведь это важно. Ну, чтобы понять, что происходит с вами. Так, наверное, тут еще страх осуждения есть. Кто осуждает? Кто осуждает? Вот подумайте, кто осуждает и с какой цель вас? Вас. Кто, зачем и с какой целью вас осуждает? Давайте вот так. Вопрос. Какова цель того, кто вас осуждает? Ну, то есть, очевидно же, что она это делает для чего-то. Очевидно же, что она это делает, чтобы что-то. Вот. Ну вот, соответственно, давайте выясним для чего. Далее, я бы предложил вам рассмотреть то, как вы видите ошибки, как вы видите неудачи. Вот. В целом, вообще, как вы их определяете, как бы вы могли их определить? То есть, что для вас, грубо говоря, значит ошибка. Для вас значит неудача. Делаете ли вы, ну, какой-то вывод из неё, из ошибки, из неудачи? Если да, то, соответственно, какой вывод, как вы воспринимаете ли вывод из неудачи и ошибку. Понимаете? Это вот тоже очень такой важный аспект, который необходимо рассмотреть, чтобы лучше понимать, что происходит с вами. Да? Вот. Дальше, значит, не справлюсь вокруг, все увидят, что я ни на что не способны. Возникает вопрос, если вас волнует, что кто-то увидит, что вы ни на что не способны. Да? Кто-то увидит, что вы ни на что не способны. Для кого же вы тогда это делаете? Все. Ну, то, что вы делаете, если для вас так важно, чтобы люди, ну, чтобы люди увидели, что вы способны. Для себя ли вы делаете то, что вы хотите сделать, или для других людей? Не потому ли вы боитесь начинать с начала, что, как бы, вам важно именно, чтобы другие увидели, а не вы сами? Опять же, я пока только предполагаю. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Это просто предположили. Дальше. 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 Следующий аспект. Как мне это преодолеть? Понимаете, вот сам вопрос ваш, да, преодолеть, он уже звучит деструктивно. И представляет из себя ваш вопрос, деструктивную позицию преодолеть, подавить, как-то забыть, ну, запретить. Да, то есть, какая-то такая карательная, получается, история, вот, которая, в общем-то, не учитывает совсем то, что вам бы хотелось для себя, лично для себя, вот. То есть, тут, как бы, тонкость вся в том, чтобы не подавлять, а раскрывать, что стоит за этим страхом, какие желания стоят за этим страхом, для чего вам нужен этот страх, что вы хотите, ну, через этот страх. То есть, как, какие выгоды вы получаете через этот страх, что получаете какие-то выгоды, я даже не сомневаюсь в этом, потому что это очевидно. Выгоды есть. Сто процентов. Нужно только понять, какие, именно, выгоды. А, Ну, вот, соответственно, то, о чём можно и нужно говорить, в первую очередь. Ну и, конечно, очень интересно было бы узнать, как вы оцениваете полезность и действенность ответов. То есть, вот, как? Кто это оценивает? Потому что вы можете взять и применить это здесь и сейчас, а я, к сожалению, думаю, что нет. Эта история не получится, эта история не выйдет. То есть, я рекомендовал бы вам настраиваться именно на тщательный анализ и разбор, если вы хотите действительно избавиться от своего страха. Либо, как я уже сказал, выбрать быстрый способ, но который грозит трансформироваться в иную проблему, которая может начать вас беспокоить. Вот так, в принципе, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, чтобы помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok